В эфире РБК региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Краун Плаза Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Почти на 40 миллиардов рублей продали товаров интернет-ретейлеры из Башкортостана по итогам первых 9 месяцев прошлого года. Об этом сообщает ассоциация компании интернет-торговли. По этому показателю Башкортостан вошел в лидирующую десятку регионов, уступив семи регионам и двум городам. Эксперты отмечают рост доверия к российским интернет-площадкам, на которых в основном реализуют свою продукцию башкирские продавцы и производители. Они уже продали свою продукцию на локальном рынке на 33,5 миллиарда рублей, а на трансграничном заработали еще почти 6 миллиардов. В списке самых продаваемых товаров цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, а также одежда и обувь. Сегодня мы видим, что сегмент электронной торговли значительно увеличивается. Здесь есть ряд факторов. Это не только пандемийное ограничение, но и в том числе, что данный вид торговли очень удобен для покупателя по приобретению тех или иных видов товаров. Да и, конечно же, работа органов с планетной власти, которые стимулируют наших производителей по выходу на маркетплейсы. Стоит отметить, что на объем продаж в интернет-магазинах влияет логистика и удаленность региона от Москвы. Из девяти опередивших Башкортостан субъектов лишь Свердловская область расположилась восточнее Башкортостана. Минфин России предложил ограничить покупку криптовалюты для неквалифицированных инвесторов до 50 тысяч рублей. Также в ведомстве добавили, что получить статус квалифицированного в данном сегменте инвестиций будет сложнее, чем раньше. Напомню, для того, чтобы иметь статус квалифицированного, нужно обзавестись активами на счетах до 6 миллионов рублей, провести сделки с ценами бумагами не менее чем на ту же сумму за последние 4 квартала. Иметь профильное образование, опыт работы в финансовых компаниях или сертификат специалиста финансового рынка FRM, CFA или CHA. Очень странная цифра 50 тысяч, да, то есть откуда она взялась, совершенно непонятно. И если уж в принципе говорить о каких-то ограничениях, ну хотя я против, конечно, ограничения, считаю, что взрослый человек осознанный, то есть может инвестировать в любые активы, в том числе рискованные. Но тем не менее, если уж говорить об этом, то ну как минимум эту цифру поднять бы раз в 10 хотя бы до 400 тысяч рублей, ну потому что чтобы она была действительно какая-то значимая. В свою очередь мегарегулятор считает, что предложенный Минфином лимит для инвестиций в криптовалюту для неквалифицированных инвесторов не снимет риски вложений в этот сектор, а участие в обороте цифровых денег, регулируемых финансовых институтов, создаст у людей иллюзию госзащиты. Вместо этого Банк России предлагает внести поправки в закон о цифровых финансовых активах, прописав запрет на оборот криптовалюты. Рэдди Хабиров рекомендовал работодателям перевести на удаленку до половины сотрудников соответствующие изменения в указ о повышенной готовности глава региона внес сегодня. Речь идет как о частных, так и государственных предприятиях. Кроме того, отменен обязательный режим самоизоляции для контактировавших с заболевшими COVID-19 лиц. Однако эксперты говорят, что многие работодатели уже обеспечили безопасный рабочий процесс для своих сотрудников. Работодатели сами беспокоятся, заботятся о здоровье своих сотрудников. И большинство из них используют посменный режим работы или удаленный. Такие механизмы, как облачная телефония или видеонаблюдение с термоконтролем позволяют делать это безопасно. Между тем, республика побела очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом. За последние сутки выявлено более 4000 новых случаев заражения. Однако, по данным Минздрава, госпитализируют лишь 5-7%. Остальные переносят болезнь в легкой форме. Объем муниципальных закупок в Башкортостане в прошлом году превысил 53 миллиарда рублей. Такие данные опубликовал Госкомитет региона по конкурентной политике. Ноля городских округов в муниципальных закупках составила 48% или 26 миллиардов рублей. Районов 52% или 28 миллиардов рублей. Отмечу, что более 2000 контрактов заключили на выполнение строительства и ремонта объектов. Сумма составила порядка 19 миллиардов рублей. Это 44% от общего объема. Помимо инфляции и повышения НМЦК, помимо сохранения объемов закупок в целом и даже его наращивания, тут можно сказать, что закупки не отменяли и не убирали практически, но закупки на антисептики, на маски, на создание медицинских центров, это все были дополнительные вливания из бюджета. И также идет постоянная работа над тем, чтобы субъекты малого предпринимательства участвовали чаще. Им быстрее платят. Также в прошлом году на 22,5% увеличился объем закупок муниципальных заказчиков у предпринимателей социально ориентированных некоммерческих организаций. К доле составило 58,5% или 9,5 миллиардов рублей. Новое дерево, обрабатывающее производство, создадут на территории опережающего развития нефтекамск. Об этом сообщает правительство республики. Проект начнут реализовывать во втором полугодии 2022 года и планируют выйти на проектную мощность уже в начале 2024. Объем инвестиций оценивается примерно в 29 миллионов рублей. Предприятия создат 23 новых рабочих места. Эксперты связывают такие предприятия с запретом на экспорт необработанной древесины, которая вступила в силу с 1 января 2022 года. Так, по новым правилам, ее транспортировка запрещена дальше, чем на два железнодорожных пункта пропуска. По мнению инициаторов, это повлияет на повышение количества продукции на внутреннем рынке и соответствующий спад цен. Также сфера лесозаготовки станет более прозрачной. Добиться этого планируют за счет цифровизации отрасли. Уже сейчас на федеральном уровне реализован проект по созданию единого лесного реестра в электронном виде. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин